Мы продолжаем наш разговор сегодня об истории черкесов-адыгов. Следующая тема у нас будет про набеги, как явление, как суть их природы. Мы сейчас с вами попробуем разобраться в природе этих набегов, почему адыги совершали набеги как друг на друга, так и на соседние территории. Ну, во-первых, стоит обозначить то, что адыги, они по своему политическому устройству делились на аристократических, темиргоевцы, бесслинеевцы, бжедуги и демократических, которые жили вдоль Черноморского побережья, Шапсуги, Натухайцы, Абадзехи и Убыхи. Между адыгами происходили постоянные конфликты. На различной основе шли между ними междоусобные войны. То есть конфликтность среди адыгов различных групп их социальных была очень высокая. Существуют различные мнения по поводу значения набегов и вообще происхождения набегов на северо-западном Кавказе. Одни историки полагают, что набеги были формой борьбы за независимость против колониальной экспансии царской России. Другие историки, в частности историк и этнограф Карпов, обратил внимание на то, что набег выполнял социализирующую функцию. То есть это была своеобразная школа подрастающего поколения, где их обучали различным навыкам охоты, войны, которые остро были нужны каждому молодому человеку в то время, в том месте. Профессор Юрий Юрьевич Клычников выделяет две формы набега у адыгов. Он считает, что были княжеские набеги, которые выполняли свою социальную функцию, а были еще и военно-демократические набеги, которые выполняли другие функции. И вот, отталкиваясь от этой конструкции исторической, мы попытаемся разобраться, какие были отличия у аристократических адыгов в их набегах и какие у демократических. В целом набег как форма социализации молодежи активно использовался и аристократическими, и демократическими племенами. Отталыки при воспитании юношей учили их красть скот у жителей своего ула, а затем аристократическая молодежь начинала свои навыки активно использовать и приводить украденное своему отталыку. Но здесь опять же обряд отталычества подразумевал под собой то, что молодого человека из аристократической фамилии отдавали на воспитание в другую семью, и он там жил вплоть до 18 лет. И отталык был обязан обучить этого молодого человека всему важному и необходимому, что ему бы пригодилось в жизни. Ну там даже не до 18-ти чуть меньше, понятие совершеннолетия, когда он обладевал определенными навыками. Да, да, то есть до определенного этапа инициации. Добыча, привезенная из набега, была свидетельством зрелости юноши. И в частности, кубанский историк Попка писал, что если черкесская девушка хотела как-то уколоть молодого человека, который к ней сватался, она могла сказать, что ты, мол, не можешь и дойной коровы украсть, и хочешь ко мне засвататься. Поэтому человек, который был удачлив в набегах, его авторитет в обществе, его авторитет в том числе и среди девушек был значительно выше, даже чем у человека, который был богаче, например. То есть богатство ценилось ниже, чем вот это удаль молодечества. Удаль молодечества плюс то, что, ну, если, наверное, к княжеским относится, что идти награбить и раздать, доехать там каким-то своим всем отечеством. Весна и осень считались у черкесской аристократии наездническими временами года. Это были своеобразные набеговые сезоны, формы социализации молодежи, с одной стороны, а с другой стороны, это был своеобразный сословный спор. Это было их привилегие этим заниматься, и они этим активно занимались. В частности, адыгский просветитель Хан Гирей писал по этому поводу. Весна и осень – суть два времени в году, которые можно назвать у черкесов наездническими. Тогда князья, собрав партии молодых дворян, выезжают, как они говорят, в поле, где, избрав удобное место, располагаются в шалашах на осень и весну. Здесь каждому из них открываются занятия, исправляемые ими с полным удовольствием. Служители и другие из молодежи разъезжались по ночам в аулы за добычу, пригоняли быков и баранов для пищи. Между тем, лучшие наездники отправлялись в дальние племена, там они угоняли табуны лошадей, захватывали людей и с такой добычей возвращались к своим товарищам, которые всю ночь перуя за счет оплошных жителей окрестных аулов ждали их с нетерпением. В таких разбойнических, но воинственных упражнениях проводят они осень почти до наступления зимы, а весну до сильных жаров лета. То есть, таким образом, они осуществляют свою набеговую деятельность. И здесь есть понятие ближних племен и дальних племен. Вот это понятие вводит этнограф карпов применительно в Дагестан. Если с ближними племенами это было своеобразное такое соревнование, то есть, если ты проворонил своих баранов, значит, это твои проблемы. А с дальними племенами уже взаимоотношения были другими, потому что у них можно было украсть уже и пленников, и табуны лошадей, то есть, вещи, за которые могли отомстить. Больше всего наездник-аристократ, как говорил уже Виталий, боялся, чтобы его заподозрили в волчность и жажду наживы. Каждый, желающий достичь общественного признания, должен был иметь щедрую руку и раздавать награбленное своим общинникам. То есть, когда возвращался князь из набега, к нему мог подойти любой человек, сказать слово на адыксинском языке, и тот ему просто отдавал какую-то часть. Ей нравится, подарил мне. Да, нравится. Поэтому часто, как пишут современники, князья ходили оборванно. Да, в лучшем. Приехал в гости богато, раскрашенный, а уехал бедно, ободрый. Да, ну, поэтому так одежды не напасешься, поэтому старались ходить. Их достоинством было оружие, лошадь и доспиль. Для адыкской аристократии добыча являлась всего лишь свидетельством храбрости и воинской отваги. И социально-этическая составляющая набегов была для них намного важнее. И адыкскую аристократию такая ситуация устраивала. И они были заинтересованы в том, чтобы сохранять то положение вещей, которое сложилось к тому времени. Тот юридический статус по обычному праву, который они имели, они обычным правом были защищены намного сильнее, чем другие обычные общинники. Однако сложившаяся ситуация стала быстро меняться. Непосредственно социально-экономическая ситуация в адыкском обществе. Это было связано с усилением торговли адыгов в XVIII веке. Османская империя, которая включила в свой состав Закубания, она начала активно пытаться интегрировать эту территорию в состав своей империи. В 1783 годы была построена первоклассная турецкая крепость Анапа, которая стала резиденцией Османского Паши. И в этой крепости она была построена при помощи французских инженеров. То есть такая первоклассная крепость была. И там было открыто большое количество различных лавок, кофейн. В частности, в 1784 году в Анапе уже насчитывалось 550 лавок и кофейн. Таможенные сборы выросли в несколько раз, что свидетельствовало о возросших объемах торговых операций. Если раньше всей этой торговлей посредником был Крымский хан, то теперь турки взаимодействовали с местными народностями напрямую. Адыги торговали сырьем, сельскохозяйственной продукцией. Турецкие купцы вывозили с северо-западного Кавказа зерно, строевой лес. Но также адыги активно занимались пленопродавством и, по сути, работорговлей. Еще дореволюционные авторы Семен Броневский, Щербина писали о том, что среди адыгов на побережье Черного моря активно процветала работорговля. Историк Потта писал, «Если бы турки в конце XVIII века не сидели в Анапе и не держали по берегам моря рынков для торговли невольниками, быть может, влияние их на Черкесию кончилось бы в тот самый день, как русские продвинулись в Кубани. Но развращающая возможность легкого обогащения грабежом и пленением соседей склоняла черкесов в сторону турок и делала их естественными врагами русских». Более того, в конце XVIII – начале XIX веков между Анапой, западно-кавказским центром работорговли, и селением Эндери, или как русские его называли Андреевской деревней в Северном Дагестане, была проложена так называемая «Османская дорога», по которой невольников транзитом переправляли через весь Кавказ по нахуй и продавали их. По некоторым сведениям, в конце XVIII века объемы торговли невольниками доходили до 12 тысяч человек в год. Большие цифры. «Я так полагаю, они как-то повторяли старую генуэзскую дорогу, наверное, тоже из Анапы». «Да, вполне возможно. Адыгская аристократия в общей массе считала торговлю невольниками недостойным для себя делом. И в целом торговлю они считали недостойным для себя делом. И эту торговую нишу заняли горские армяне, черкесагаи, турки, которые активно этим занимались. И также нагнушались работорговлей часть тфокотлей, свободных общинников из адыгов, которые были старшинами. Назвали старшинами тфокотлей, вот этих непосредственно демократических обществ. Натухайцев, Шапсугов, Абадзехов. И эти свободные общинники, они получили очень серьезный экономический капитал за счет этой торговли. И получилась такая ситуация, что в юридическом отношении они были обычными общинниками, а в экономическом положении они зачастую были даже богаче некоторых княжеских фамилий. И постепенно они начинали набирать свой политический вес и бороться. То есть это была своеобразная адыгская буржуазия. Своеобразная, вот как можно провести аналогию с крестьянами крепостными. Вот были миллионеры в первой половине 19 века, они были в крепостной зависимости от своего барина, но были в разы богаче своего барина. И они чувствовали острую необходимость в том, чтобы уравнять свое экономическое положение со своим правовым и политическим статусом. И об этих людях четко хорошо описал их психотип, вот этих старшин. Абазинский писатель, прекрасный знаток индексского менталитета Адиль Гирей Кешев, который писал под псевдонимом Коломбин. У него есть прекрасный рассказ «На холме». Так вот, он описывал этих людей. Труд, торговля, материальное благополучие ими безоговорочно одобрялись. Холмовики питают непреодолимое отвращение кунацкой. То есть, кунацкое место, где принимают кунаков, место, где собирались адыгские аристократы и проводили вечера, общались. Кунацкое, где царят праздность, спесь и хвастовство. Именно разбогатевшие адыгские старшины, которые обладали мышлением, соответствующим торговле, накоплению, они стали той элитой, новой элитой, которая возвышалась, которая хотела потеснить вот эту старую аристократию. Это что-то очень похоже на протестантизм, да? И глубинок, и протестанты. Да, очень труд. Накопление, которое первичнее, чем все остальные вопросы. Да, то есть, если у пуритан, это труд показывает, что ты избран богом, ну, точно так же и у этих людей. С другой стороны, набег постепенно видоизменялся. Если аристократы воспринимали его как форму социализации, как свою социальную привилегию, то эти старшины начинали осуществлять набеги непосредственно для того, чтобы захватывать людей и переправлять их в Анапу, где можно было их продать. И хан Гирей по этому поводу писал, он писал, как изменялась вот эта структура набега. Наездничество прежних черкесов в наше время превратилось в разбойничество, а между этими видами огромная нравственная разница. Наездничество покраснело бы от мысли уворовать у соседа лошадь, изменить своему слову. Его цель была слава и отвага, а теперешнее разбойничество, как развратница, не знает ни тени стыда. Его цель – корысть. То есть у нас появляются две формы набега – аристократический набег и военно-демократический набег, целью которого был захват добычи, захват пленников в первую очередь, которых можно было выгодно перепродать туркам. Старшинская верхушка, ведь, опять же, возвращаясь к этим типам набегов, если с ближними племенами у них были какие-то красные линии, которые нельзя было переходить, то с дальними племенами и народностями аристократы также не церемонились. И российские поселения как раз таки и были той дальней территорией, на которую они осуществляли набеги. А вот, допустим, пример, если набеги убыхов на Абхазию, как воспринимать? К ближним или к дальнему? Что там грабили тогда нехорошо? Ну, здесь вопрос в понимании пространства, потому что у жителей горных территорий пространство по-другому вид измеряется. Если у нас, например, в степях день, два пути, а там же горы – большие препятствия, то есть они могли жить в нескольких десятках километров друг от друга и не общаться из-за того, что горы… Зеленый хребет. Да. Ну, понял, да. То есть, сходить за хребет, как на дальнюю территорию. Да, вполне. Ведь почему в горных областях такое разнообразие языков, народностей, потому что они изолированы друг от друга. Ну, да. Старшинская верхушка, выдвинувшаяся из рядов свободных общинников, быстро среагировала на тот тренд времени и начала активно обогащаться за счет вот этих набегов. Таким образом, когда эта верхушка получила определенный экономический капитал и политический капитал, потому что они завели связи, в том числе и с турками активно общались, именно эти старшины, они осуществили демократический переворот. Они лишили феодально аристократии ее прав, именно приморские адыги. И наивысшего напряжения это противостояние, оно приобрело в 1796 году, во время Бзюкской битвы. То есть, это была не борьба черни обычных крестьян и аристократов, как, например, это могли воспринимать в Российской империи. Это была борьба старой элиты и новой элиты. И в тот момент, вот в прибрежной зоне, вот эта новая элита под покровом этих родоплеменных институтов, общины в первую очередь, ей удалось сбросить власть старой дворянской общины и постепенно укрепляться... Ну, буржуазная революция. Да, да, своеобразная буржуазная революция произошла.